Задача Построить линию пересечения горизонтально проецирующего цилиндра вращения сферы Показать в проекциях видимость линии пересечения двух поверхностей вращения Давайте посмотрим внимательно условия Нам дано здесь сфера Вот эта сфера, ее фронтальная проекция И дана здесь сфера горизонтальная проекция Кроме того, есть у нас цилиндр Цилиндр, вот он, его фронтальная проекция И цилиндр, его горизонтальная проекция Нам нужна линия пересечения Давайте внимательно посмотрим сюда, на горизонтальную проекцию Здесь цилиндр, пересекая сферу, образует линию пересечения Эта линия пересечения одновременно принадлежит и цилиндру, и сфере. И вот эта поверхность цилиндра, она и будет образовывать такую линию пересечения. Поэтому у нас линия пересечения, вот она, готовая и есть. Значит, мы ее сразу изобразили. И видимость здесь, она полностью видима, да, все, больше здесь изображать нечего. Теперь нам надо построить эту линию пересечения на фронтальной плоскости проекции. Для этого воспользуемся методом секущих плоскостей. Для этого, что мы будем делать? Возьмем характерные точки. Вот эти точки, я их здесь обозначил, на линии пересечения. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Этих точек будет достаточно. Эти точки я выбрал в характерных местах, ну, где самая низкая точка, где касаются две окружности друг друга. На оси, здесь на другой оси, на оси то же самое, и здесь на той же, на оси горизонтальной. И обратите внимание, что точки 6, 7 и 8, я поставил в скобочках, это означает что? Что они здесь будут невидимы. Почему? Потому что если мы смотрим отсюда снизу, то мы все, что до оси цилиндра, точки, то мы их видим. А те, что дальше, то мы их не видим. Точки 5 и точки 1 будут на границе. Ну, а теперь давайте мы воспользуемся методом секущих плоскостей. И проведем секущую плоскость вот таким вот образом, через самую нижнюю точку. И давайте подумаем, что же мы будем видеть в сечении. А в сечении мы будем видеть окружность сферы, которая будет иметь вот такой вот радиус. Радиус мы должны померить вот здесь. Это радиус 24 миллиметра. Изображаем эту окружность вот здесь, из центра сферы. 24 миллиметра. И на этой окружности должна у нас лежать точка 3. Значит, если мы проведем линию связи вертикально вверх, то это будет ось цилиндра. И, значит, точка 3 у нас будет вот в этом месте одна точка. И в нижней части это будет точка 2. Значит, это точка 3. Сразу их обозначим. Ну, я скопирую точку отсюда. С нижней горизонтальной проекции. И перенесу ее вот туда, наверх. Сразу обозначим. Вот она будет одна. И будет точка 2. С одной точкой разобрались. Дальше. Теперь проведем следующую секущую плоскость. И проведем ее вот таким вот образом, чтобы она проходила у нас через точку 4 и 2. Теперь мы должны что сделать? Мы должны нарисовать окружность. Какого диаметра? Вот смотрим внимательно. Ось сферы, то есть она должна быть вот такого вот, ну, радиуса. Такого радиуса. Радиус 35. Изображаем окружность радиусом 35 мм. И далее проводим линию связи от точки 4. Здесь. И вверх. И вверх. Так, и от точки, соответственно, 2. Здесь и вверх. Ну, давайте поразмышляем. Сколько у нас тут получается? У нас получается точка 4 вот в одном месте и в другом месте. Так, находится. Ну, значит, так она и должна быть, да? Точка 4. Может она так быть? Ну, наверное, обязана быть так, да? Хотя, это может быть даже и не очевидно сразу. Здесь и здесь. Точно так же эту точку 4 мы копируем. И обозначаем ей здесь. Здесь и здесь. Так, теперь давайте посмотрим точку 2. Где она должна быть? Она должна лежать тоже на этой окружности, да? То есть, эта окружность у нас, вот она. Это одна точка. Это одна точка. И точка, вот тут будет вторая. Есть. Тоже ее копируем и переносим. Копируем и ставим вот здесь и здесь. Так, вот эти окружности я уберу, чтобы они тут не загромождали нам место, чтобы было все нам хорошо видно. Так, теперь дальше. У нас есть точка 5 и 1. Проведем текущую плоскость вот таким вот образом. И опять измерим, а какой же мы должны радиус взять нашей окружности. Вот такой. 47 мм. Изображаем окружность радиусом 47 мм. Изобразили. И дальше проводим линию связи из точки 4. Так, вы виноваты. Это мы не 4, а 5, да? Должны. Из точки 5 проводим линию связи. И видите, где она попадает нам? Вот сюда, да? Значит, точка будет где лежать? Вот тут. Одна точка. И точка аналогичная. Вторая. Подписываем эту точку. 5. Вверху. И такую же внизу. Подписали. Теперь проводим линию связи. Так, и с точки 1. И опять же, видите, где она лежит? Тоже лежит. Так, на образующей цилиндра. Так, это значит будет точка здесь одна. И вторая точка будет в аналогичном месте внизу. Опять же, эту точку мы копируем. И обозначение выносим вверх. Так, есть. Линия связи уберем. Окружность уберем. Так, что у нас осталось? Невидимые точки. 6 и 8. Дальше точки будем отображать невидимые. Ну, и смотрите. Если мы здесь проведем секущую плоскость, то окружность у нас будет иметь свой максимальный радиус. То есть, эта окружность будет вот что у нас. Правильно? И на этой окружности должны лежать точки 6 и 8. Так и проведем. Здесь. И 8. Но не совсем, на оси рядышком лежит. Вот так. Теперь обозначим. Это одна точка. Такая же. Вторая. Дальше. Точка. Третья. И точка. Четвертая. Значит, их обозначим. Точка 6. Значит, у нас получается она здесь и здесь. Дальше. Точка 8. У нас здесь и вверху здесь. Есть линия связи. Уберем. И теперь, здесь, следующее, последнее. Проведем секущую плоскость через точку 7. Измерим. А какая же здесь, какой должен быть здесь радиус, да? Радиус 50, получается. Изображаю в окружность. Радиусом 50. Ну, видите, он почти совпадает, да? Вообще, давайте проверим еще раз. Вот у нас здесь максимальный радиус. Ну, видите, максимальный 50. А этот чуть-чуть-чуть меньше, да? Видите, так я поставил. Почему? Ну, потому что здесь, вот где это 50, то здесь, скорее всего, там 49 и 6 десятых. Вот такой размер. Но при округлении он получается 50. Хотя тут эти два радиуса немножко меньше. И что это говорит? Ну, это говорит о том, что точка будет лежать не совсем на окружности, на полмиллиметра сдвинутая сюда внутрь. Ну, давайте эту точку и построим. То она должна лежать вот здесь, на этой оси. И, ну, я ее там на полмиллиметра сдвину сюда. То есть она не совсем по окружности идет. И здесь тоже самое на полмиллиметра сдвину сюда. Так, и подпишем эту точку. Вот это 7. И вверху точка 7. Все. Все у нас готово к тому, чтобы построить линию пересечения. Линию пересечения. Линия пересечения у нас будет, мы ее делать будем красным. Линия эта будет кривая. Кривая. И давайте смотреть. От точки 5. Потом линия идет как? 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Так и делаем. 5, 4, 3, 2, 1. Так. Такая же линия вверху. Так. 5, 4, 3, 2, 1. Ввели. Теперь надо изобразить невидимую линию. Ну, то есть с обратной стороны. Это тоже будет кривая. И она будет идти так. 5, 6, 7, 8, 1. Так. 5, 6, 7, 8, 1. Есть. И с обратной стороны. 5, 6, 7, 8, 1. 5, 6, 7, 8, 1. Ввели. Так. Вот и у нас все получилось. И так она выглядит. Так она выглядит. Единственное, сейчас нам осталось разобраться, что мы будем видеть, а что мы не будем видеть. Ну, во-первых, по цилиндру. Сразу понятно, что вот эту часть мы видим, да. Значит, вот эти два кусочка мы не будем видеть. Поэтому мы их сейчас разорвем. Вот до этой точки здесь. И вверху точно так же. Вот отсюда. И до нижней точки. А эту часть невидимую мы сейчас изобразим пунктиром. Так. И с обратной стороны. Так. С цилиндром все понятно. Значит, если мы цилиндр видим, то мы не видим сферу, соответственно. Значит, нам надо ее, что сделать? Разорвать. Разорвать сферу. Вот эту. Так. Так она не хочет. Мы ее по частям. Вот так. Разорвали. А дальше изобразим дугу. Вот этот кусочек. Вот это мы не видим. Ну и точно так же надо сделать внизу. И дугой изобразим кусочек. Вот так. Ну и вот посмотрите теперь на то, что у нас получилось. Четко видно, да, что цилиндр пересекает в нашу поверхность сферы. Вот здесь он до линии пересечения виден. И потом обратно вылезает. Линия пересечения такая же. И обратно он виден. Все. Задача решена.